Всем привет! Это вторая часть, откуда берутся комиксы. И у нас в гостях, как помните, Наталья Верекина и Серафима Марищенко. Если вы это пропустили, то обязательно зайдите и посмотрите первое видео. Там было весело. И, в общем-то, в этот раз будет не менее весело и интересно, потому что мы поговорим о том, как они занимаются созданием своих комиксов, в частности, вселенной Domus et Anima, о том, как они ездят на фестивале, о том, как вообще проходит работа над их комиксами и какое будущее они себе видят и планируют. Ну и, конечно, дадут вам советы о том, как заниматься комиксами, чего ожидать вообще от этого и как поддерживать себя в форме. Да, это будет полезно как тем, кто уже занимается комиксами, так и начинающим, ну и тем, кто, конечно же, любит творчество Серафима и Натальи. Поэтому об этом и многом другом мы сейчас поговорим вместе с ними. Это комикс-братья. И мы начинаем. Поехали. Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы? Я находил в интернете, что Серафим, ты участвовал в создании игры настольной по своей вселенной Domus et Anima, которая называется Nudmir – город Ключ. Как это произошло? Это ты поспособствовал этому или вас нашли люди, которые... Вот, внешняя инициатива, о которой вы говорили. Какая это была в данном случае. Произошло это примерно следующим образом. Была конференция, посвященная Трету, в котором мы играли, собственно, в игру прогнома-некроманда. И так уж получилось, что я решил для этой вселенной, которая состояла из двух стран и дороги между ними, возле которых Кулигоры, в которых бесчинствовал гном-некромант, создать War. И начал тащить туда все, что было у меня в голове, выкладывать. Это продолжалось примерно лет пять. Конференция росла, разрасталась. Туда приходили все более желающие что-то хорошее сделать люди. И в итоге мы решили издать книгу по получившемуся всему. И выбрали, собственно, ну, город, который стоит на перепуте нескольких интересных цивилизаций. Начали работать. И где-то за года полтора мы его написали и издали. То есть при таких совместных коллективных усилиях это были и художники. Наташа тоже как-то участвовала в этом? Не-не-не, я уже пост не пришла. Они как раз отдали. Да, у нас с художниками была такая беда. Их было очень тяжело найти, заманить, подкупить. Да, это... Над книжкой работал коллектив. Там мы заказывали картинки, где только могли, потому что, ну, разумеется, ни у кого не было денег. Это знакомая ситуация. Да, надо было выкручиваться. Но в итоге собрались с миру по гибке двух героев. Иллюстрации. Жалко меня любили. Да, жалко. Ну, игра как-то помогла популяризации твоей вселенной, романов, книг, рассказов? Она очень сильно помогла структурировать ее. То есть, весь этот лор, он делался для того, чтобы можно было играть. Соответственно, у меня были причины выстраивать, так сказать, мы приняли законы в мире. Все было... Продумано. ...балансно. Чтобы никто не был слишком сильным, слишком лабым, слишком обделенным и так далее. И в итоге с этим HDL он как раз растет из настольных ролевых игр. И, возможно, поэтому он достаточно глубоко продуман, чтобы допустить перекосы, эксплойтов, каких-то нечестных игр и так далее. Он продолжает еще. Ну, да. Он никогда не делся, он продолжается. А вот что послужило вдохновением для этого мира? Может, творчество каких-то других людей? Может, какие-то фильмы, мультфильмы, сериалы? Берсерк. Да! Берсерк. Ну, на самом деле, было очень много всего. Для мира... Сколько уже лет? Наверное, почти 10 лет прошло. И все, что я читал, видел, слышал, как-то так или иначе преломилось, отразилось и оказалось там, поэтому сложно сказать, что что-то одно прямо сильно повлияло. Много всего. Но по духу, по атмосфере мрачности, конечно же, Берсерк. Берсерк. Здорово. Почитали парочку рассказов и заметили какую-то атмосферу лавткрафта, какое-то вот такое темное. Тоже было влияние? Не без того, да. Но он вообще у нас батюшка всея... Всех мрачностей. А ты тоже принимал участие в игре вот этой «Синкин Сити» и что-то писал для них? Да, я как раз в «Фрагверс» попал, чтобы стать одним из нарративных дизайнеров этой игры. Мы думали про нее, собственно, сеттинг, персонажи, диалоги, всю, так сказать, литературно-сюжетную часть мы делали. Круто, кстати. Да. Проект очень такой масштабный, вдохновляющий. Мы даже... Мы во что не играем, мы то смотрим на YouTube, да. И были такие моменты прям там очень крутые, допустим... Тогда заставка нас только уже зацепила, потому что мы такие смотрим, что бы интересного поиграть, что бы такого интересного. И пролистывали, такое, ничего себе. И здесь сверху падает рыба. Что это такое? Что круто, что проект действительно получился вдохновляющим. И в любом случае, да, ты можешь что-то привнести для себя, взять, что-то придумать на основе этого. И мне кажется, это такой именно показатель качества того, что получилось в итоге. Поэтому... Спасибо. Ну, а так, кстати, если брать компьютерные игры, то, что сильно повлияло, я думаю, это Bloodborne. Bloodborne это прямо... То, что надо по отношению. Я не игрок, но я смотрел прохождение. Ну, атмосфера там классная. Я игрок, но я тоже смотрел прохождение. Когда ты играешь, некогда смотреть. Это да. Сколько вы, кстати, делаете уже комиксы? Вот подсчитать так вместе. Год, два... Третий год пошел. Третий год. И изменилось ваше видение комиксов вообще как-то внутренне? Вот вы видели, когда начинали... Это какой-то способ выразить свою историю не анимационно. Может, это как-то изменилось ваше видение? Потому что, когда мы начинали комиксы, у нас было совсем одно видение истории. Мы также хотели сокращенно сделать мультфильм на бумаге. И да, мы как-то подходили к этому все-таки. Более такой фильмовом формате, анимационном формате. Но со временем, когда мы начали больше погружаться в тему комиксов, читать, смотреть, какое разнообразие просто этих комиксов существует, мы начали понимать, что оно... Немножковой особый формат. Есть ли у вас вот такой какой-то переломный, переходный момент в видении комиксов? Для меня это все еще кино. Ну, это кино на страницах. И я к нему подхожу именно как к фильму, чтобы, читая комикс, читатель будто бы смотрел кино. То есть у меня в голове это есть идея. Я не знаю, как Серафим, но у меня, конечно же, со временем поменялось отношение к комиксу. Ну, как отношение? Я его стала больше любить. Мне кажется, я стала его лучше делать. Вот. Потому что я вспоминаю свои какие-то работы, ну, не совсем первые, которые, например, я с другой сценаристкой работала. И это совсем другие истории, это совсем другой даже стиль рисунка. Вот. И да, произошли изменения. Я чувствую, как нынешний комикс, который мы делаем, он более насыщенный, он более полнокровный. Это уже с опытом пришло, наверное, такое. Да, да. Чувствовать комикс. Именно важно то, что я успела поработать на той студии, рисовала комикс, для украинской студии комиксов. Они сейчас уже работают не над своим, они лицензии издают. Вот. Но вот этот опыт, когда приходилось за короткое время рисовать 25 или 36 страниц, это такой был очень мощный револ, потому что они давали короткое время на исполнение. За сколько приходилось рисовать 25-36 страниц? Я не помню, сколько это было в месяц, но три странички скетча и три странички лайн. То есть это в день. Это получается полторы странички в сутки. Ну, как бы сейчас это уже для меня нормально, а тогда это было, ооо, какой кошмар, я так старалась, чтобы понравилось, чтобы его издали, чтобы в печати это было очень красиво. В итоге ничего не издали. Это хватит. Там один комикс создали. Ну, в общем, это был такой мощный рывок, и, может быть, даже в тот момент у меня произошли изменения. И в стиле рисунка. Я стала стараться делать более насыщенные кадры, детали. Для меня, пожалуй, за это время, я стал меньше посмотреть по сторонам на другие проекты. Я не провожу время на форумах любителей визуальных новелл, например, чтобы поймать там кого-то и создать работу для себя. Или что-то еще. Потому что у меня есть комикс, и если я хочу чего-то еще, так, надо сделать еще один комикс. Чего ж не перескать? У тебя есть вредный художник, который будет «Работай, хай, где мне проект?» Хотя, тем не менее, все-таки, возможно, возможно, ничего не обещаю, но визуальная новелла более-менее наша будет. Это продолжение моей новеллы «Сонатор Аллы Шарф». Может, вы видели. Да, да, видели. Про Аллы Шарф. Мы очень давно должны были сделать к нему продолжение, но с предыдущей командой это все не так быстро, как хотелось бы, а, возможно, у нас получится. Да, я хотела попробовать визуальную новеллу. И что вы имеете в виду под визуальной новеллой? Это имеется в виду... Когда там есть задний план, отдельно персонажи, и много текста, или не сильно много текста, и выборы. Да, игрок выбирает, как будет развиваться дальше сюжет. А, то есть еще и в игровой форме? Ну, да. Родоначальники этого японца, у них же очень много этих визуальных новелл, особенно романтической направленности всякой, да? Ну, да, ничего с собой. Как происходит? Вы рисуете страницу, и спрашиваете, что будет дальше, и рисуете дальше, или вы рисуете историю, а как-то несколько вариантов... Алый шарф, насколько я видел, он именно в виде видео представлен, правильно? Там группа отдельно есть, и тут в виде видео, или в виде комикса, ну, как печатно. Визуально это вроде игры. Ну, да, да. Это игра. Просто она не как классическая компьютерная, ну, ты лучше знаешь. Скажем так, да, там гораздо меньше именно геймплея механического. Скорее, возможно сделать выборы. И делается сцена, в сцене есть несколько вариантов, как могут поступить в алмагерой. Вы заговорили, что в манге есть такой романтический аспект. А что вы ставите во главу угла, когда придумываете свои истории, когда рисуете, что для вас важно передать в истории? Драма. Драма. Трагедия. И неважно, романтика, это, конечно, замечательно, но романтика, исключительно романтика, это скучно. Вот. Меня больше волнуют именно вот эти внутренние переживания персонажа, даже драма вообще, что с ним происходит? Он попадает в эту ситуацию, в которой он выйти не может из нее. Трагедия человеческой судьбы, там. У нас обычно, если романтическая история есть, то она развивается на фоне драмы. Это чтобы усилить драму? Да. Преправа. Да, преправа для драмы. Чтобы было за что бороться и были какие-то переживания. Да, да, это одна из двигателей, в общем, усиление образа персонажа, усиление его переживания. Мотивация. Мотивация, да. Вы есть и на авторском комиксе, и в ВКонтакте. Как у вас получается налаживать связь с вашей аудиторией? Я думаю, недостаточно уделяемый времени. Да, надо было бы гораздо больше, но как-то не получается. Из-за того, что приходится постоянно работать, на это сил просто нет. Но вообще надо, да. Ну вот перевод на английский язык, то, что вы делаете для ТАПОС, это как происходит? Своими силами или опять же... Да, я перевожу. Потом прошу кого-то из своих еще более лучших знающих язык России вычитать, но в основном, да, я. Ну, это уже начало пригласить какие-то плоды, какую-то аудиторию, привлекать зарубежную. Или вы просто пытаетесь это делать как первые семена, чтобы со временем, когда будет больше, уже люди реагировали? Да, скорее, да так. Все эти, все эти, ну, да, куда они упадут. Да, я надеюсь, мы в ближайшее время начнем более активно, хотя, по крайней мере, это есть в планах, более активно привлекать аудиторию, работать над этим, потому что это еще дополнительные... Мотивация. Да. Это тоже как работа, то есть общаться с аудиторией, привлекать ее, заинтересовывать, это тоже такая серьезная часть работы. И я просто, когда чуть-чуть попыталась, я думаю, боже, как это сложно. Спасибо. Можно я просто буду рисовать? Тут нужен какой-то дополнительный человек, мне кажется, в этом деле. Вот у вас есть даже распечатанные вот свои комиксы, вы их как-то возите на фестиваль, или через интернет продаете просто? У меня уже был опыт самосознанта, и мы тоже его продавали и на фестивале, и в странах СНГ, но я, если честно, немножко устала заниматься сам этим сама, и сейчас мы это делаем исключительно для фестиваля. Делаем небольшой тираж, и все скупается, отлично, и мы счастливы. Приходит прям вот ваша аудитория, или просто люди проходят мимо, и покупают, потому что нравится. Это не то, что приезжают люди на фестиваль, чтобы купить наши работы. Ну мало ли. Кто-то знакомился на фестивале с работами впервые, а кто-то приходил, говорит, я вас читаю, я за вами слежу, они говорят. Это всегда приятно. Это очень мило. И мы такие, ааа, все скупаются. Да, это мы. Классика. Это классика. Вы как-то дополнительно при этом направляете людей, чтобы росла аудитория, допустим, вы на конкурсе, вот здесь сзади есть наш сайтик, ребята, заходите. Да, да, да. Ссылочки даем, да. Мы даем ссылочки, потом раздавали визитки. И, конечно, после фестиваля приходили люди. Фестиваль вообще это замечательная штука, потому что у меня получалось так, что работу находил. Ну, то есть находился заказчик. Так что фестиваль очень полезно, очень важно, и мы продолжим. Мы пока в рамках Украины были на фестивалях или где-то выезжали и были в России, может, в Европе? Пока в рамках Украины. Да. Я просто думаю о Роликон, но не совсем тематически. Мы приезжали просто с друзьями, а комиксы мы там дарили. Они продавали. Нет, продавали. Девочка прибегала, там еще кто-то. Ну, мы пока. Меня отлавливали на Роликоне, я там не принимала участие, и отбирали у меня комиксы. Опасно. Какая-то у вас сверхцель есть сейчас? Или члену разрастить? Ну, для меня лично это сделать большое количество комиксов. То есть это самое главное. Чтобы купаться в них можно было. Да, да, да. Нет, я хочу, в общем, когда умирать, такая обложиться в комиксы, что, фууууу. Жив. Это, конечно, классно. Если брать немножко реалистичнее, то хотелось бы иметь свою серию в каком-нибудь издательстве, чтобы наши комиксы печатали и еще за это нам денег давали, и было бы замечательно сделать игры, ну, визуально новеллы или что-то еще более серьезное, но игры я и так делаю, поэтому… Да, там уже близко. Нет, я знаю, что я хочу, все, я знаю, но это я уже с вами говорила. Я хочу, чтобы у меня была своя студия, вот, чтобы опять же делать дофима этих самых комиксов, чтобы у меня были ассистенты или художники, и мы вот работали над несколькими сериями. Вот это моя мечта. Все. Мы теперь знаем. Все сказала, она уже начинает формироваться. Вы сказали, что вы предпринимали попытки печататься, пытались ли вы подавать и на российский рынок, потому что мы пытались подавать на российский рынок, там говорят, начинаем с 48 страниц. У нас был на тот момент готов сингл. У вас же есть уже истории, которые могут набраться. Вы пытались в этом направлении сейчас двигаться? Мы такие пассивные, это кошмар. Я говорю, надо. Серафим говорит, надо. И никто не делает. Нет, ну возможно собираться, получится издать по богу виду. Ну, возможно. Да. А мы это посмотрим. Хотелось бы. Нет, мы этим займемся, честно. Вот у нас уже, мы еще тут сделаем. С парочкой. Нет, ну я, конечно, сейчас закрепляюсь, но на самом деле да, это надо. И я уже готова. Я готова. Как вы настраиваетесь на работу? Потому что вот Наташа нам признала, что она встает очень-очень рано, когда уже все петухи ложатся спать. Поэтому как вы настраиваетесь на работу и вообще на творческий лад? Есть ли у вас такой застой какие-то или нет? Все, это работа, я сажусь и делаю. Для меня это треки. Я ищу какой-нибудь трек, который я еще не слышал, или который я слышал очень давно, или который у меня щелкнет, что вот это должно звучать в этой истории. И если я его нахожу, то дальше уже это дело техники просто записать те образы, которые приходят на ум. Если трек не находится, то это сложненько. Но все еще можно. Уча стрекам. Было такое, да. Несколько дней на курсе посетить. Надо было записывать синопсис. Помнишь, там надо было написать синопсис? Я начинаю, давай записывай, давай записывай, рассказывай, записывай. Ну, в итоге я это сделал. Не стоит. Тебе надо было записать Наташу на микрофон и вот это был бы трек. Давай записывай. Отличная песня. Нет, просто я просила рассказать, что он придумал. И он рассказывая мне, а я задавая еще дополнительные вопросы. Ну, да. Мы в итоге вы считали. Но это не всегда. Был просто такой момент, когда надо было кровь из носа, надо было записать весь синопсис сего тома, каждой главы. Ну, касательно меня, у меня, конечно же, бывают, как и у всех, это моральная или психологическая усталость, потому что настроение, погода плохая или вообще просто… Погода. Я не могу ничего не делать. Я не могу ничего не делать. Я просто рисую уже не целый день. В ближайшем режиме таком. Ну, не совсем. Ну, да. Ну, что-то такое. Лучше всего, когда идет какой-то «не рисуй», лучше не рисовать, лучше пойти прогуляться, лучше почитать мангу, почитать книгу, комиксы какие-то, дочитать наконец-то все комиксы, которые я купила. И оно само восполнит эти внутренние резервы и захочется рисовать. Потому что, когда смотришь на чужие работы, на другие работы… «Он работает!» «Тоже врачу!» «Ой, ребята! Я тоже сейчас пойду рисовать, а я его догоню». Наташа начала говорить про то, что после работы бывает понадобится какое-то время, чтобы восстановиться. Вообще, как у тебя проходит процесс работы? Вообще, как ты следишь за собственным физическим состоянием здоровья, делаешь какую-то зарядочку постоянную или что, чтобы держать себя в форме? Потому что художникам, знаю, это надо. Ну, и писателям приходится много сидеть. Вы находите вот этот баланс? «Я хожу в качалочку». Это мы поняли по драке с студентцем. Ему досталось. В общем, в какой-то момент, когда я очень долго сидела, я бывало сидела неделями, я поняла, что всё нельзя так, потому что тело сопротивляется. И я пошла на фитнес. А теперь я немножко усложнила себе задание, я пошла в качалочку. У художника должна быть крепкая попа и сильные руки. Чтоб сидеть и рисовать, да, понятно. Я думал для селфи. Так что да, и это помогает держать себя в форме. А я бывает такой, что целый день всё равно сижу и рисую, потому что я не хочу слишком далеко отходить от компьютера. Я просто поваляюсь, вернулась, порисовала. Летом вообще будет зашибезно. Нужно будет выходить. Когда у меня появится айпад, я вообще буду набрать рисовать на айпаде. Так что да, получается держать себя в форме. И всё в советах. Был уже опыт работы с айпадом или пока не было? Вот только ожидается. Только ожидается. Ясно. Я искала себе такой, чтобы можно было рисовать на улице. И пока айпад по характеристикам и вообще по отзывам других художников он пока самый лучший. Так что да, у меня скоро будет. Я послала сигнал в космос. Ещё, наверное, такой может быть для нас актуальный вопрос. Расскажи, пожалуйста, о разнице рисования, допустим, на планшете обычном и планшете экранном, когда ты видишь, что ты рисуешь. Есть ли разница, помогло ли это тебе ускорить работу? Да. Просто у меня уже давно я не рисую на обычном графическом планшете, как он там называется. Конечно же, есть разница. Монитор для меня это всё, это спасение, потому что придёт прямой контакт с изображением. Вот я вижу, что я рисую. Понимаете? Ускорится? Я не знаю, не могу сравнить, потому что у меня был графический планшет в те времена, когда я вообще рисовала немножко медленнее. Но это похоже на рисование на бумаге или как? Вот именно когда это не похоже? Нет, нет. Тут такой интересный момент, что графический планшет, ну именно монитор, да? Монитор, планшет, он отличается от бумаги. Вот какой-то неуловимая разница. Потому что бумага, вот по моим личным ощущениям, контакт ручки с бумагой, это немножко отличается от рисования на мониторе. Более реалистичное такое, когда напрямую это происходит? Или каким образом? Я даже не могу… Вот такой интересный момент, я бы как-то… Я не могу найти нужные слова, чтобы описать эти различия. Но они есть. Это совсем другое ощущение внутреннее. В общем, это надо пробовать, чтобы… Да, да, это нужно буквально испытывать. Потому что это тот момент, когда ты не можешь описать, не можешь какие-то рамки запихнуть из разряда. Я так чувствую, я так вижу, что-то такое. Почему спросили? Потому что Игорь, когда рисует на планшете, он и смотрит на экран, он чувствует вот эту разницу в… Как бы ты здесь рисуешь, там смотришь, и большой рассинхрон получается. Поэтому… И есть такое чувство, что это немножко тормозит процесс. Хотя я смотрю тоже на других художников, которые рисуют там топки комиксов всех этих, и тоже рисуют на простых планшетах. Наверное, это всё-таки зависит от навыков и каких-то умений особых. Ну, кстати, я вспомнила, я когда-то… У меня было, я брала у подруги ради интереса, не помню, планшет, и я его быстро бросила, вот этот вот графический планшет, потому что такая… Я не могу быстро рисовать, я будто не могу в нужное попасть, в нужную точку этой линии. А синхрон между глазами. Хотя помню, как я только начинала, и я очень быстро и легко научилась работать в нём. Значит, это нужна привычка. Нужна вот эта вот… Не замечать, что ты рисуешь здесь, а изображение у тебя на экране. Но я не хочу уже к этому привыкать. Да, на это уходит много времени. Ты, Наташа, сказала, что иногда я могу месяц посвятить манге. И когда ты идёшь на жертвы, такие ради комикса, и стоит ли это того? Конечно, стоит, потому что есть такое, как я зарабатываю, там что-то заработала себе, а есть моя душевная потребность – самореализация. И вот рисуя мангу или комиксы, которые мои, которым я приложила руку и голову, и всё остальное, вот, это именно для меня самореализация. Сделать его и дать людям. И люди смотрят, люди читают, и всё, я чувствую, что я что-то сделала. То есть необходимость создавать что-то своё. Вот это двигает мною, чтобы устраивать себе месяц безработья и рисовать для себя усердно. Серафим, как у тебя вот этот процесс с отделением, донесением до людей? Тебе хочется как-то выдать, тоже выплеснуть себя, показать, что у тебя внутри, внутренний мир? Как это вообще происходит, когда ты работаешь над текстами? Или просто музычка хорошая была? Музычка хорошая очень помогает, это правда. Но технически, да, я не могу просто, например, работать над текстами, которые мне надо делать по работе и больше ничего не делать. У меня начинается какое-то странное отомление. А как же это так? А зачем же я живу? А что ж такое? Тут слишком много всего надо ещё записать, я ещё ничего не сделаю. И приходится садиться и делать. Сколько много за знакомого звучит, да, такая живая потребность в том, чтобы что-то создавать. Я думаю, многими это двигает, именно создавать. И я считаю, что если человек начинает работу над комиксом, думая, что он получит кучу денег, то передайте. Нифига, кучи денег не получит. Лучше именно любить это. Тогда, пожалуйста, рисуй, насколько тебе длитит. И ты станешь самым классным, самым лучшим. И рано или поздно ты получишь свой успех. И оценивай, всегда оценивай труд человека. Когда он любит его. Вкладывай душу. Так как мы делаем комикс под названием «Счастливого конца света», который связан, естественно, с концами света, хотел спросить. Помните, как в «Охотниках за привидениями» они стояли на крыше и им попросили представить форму будущего захватчика? Пришел Гозер, выбирайте облик разрушителя. Что значит выбирайте? Мы не поняли. Если бы у вас была возможность выбрать следующий конец света, какой бы это был конец света? Даже может быть позитивный, даже может быть какой-то глобальный. Да, темный может. Какой бы это был конец света? Я, конечно же, согласую за кибер-антиутопию, когда слишком много технологий, слишком мало людей, люди растворяются в машинах, и уже нет разницы между машинами и людьми. И здесь уже вопросы, кем быть, в какой форме, в какой оболочке, и кому достанется этот холодный, мертвый, железный мир. Это характеристично. Один из вариантов развития сюжета. Наташа? Я не знаю. Для меня почему-то фэнтезийный, куда-то все улетели. Мы все улетели в разные планеты разносить, так сказать, слово о комиксе. Комикс спасет мир. Это хорошо. Ваши планы? Куда дальше? Планируете расти дальше? Куда это вас приведет? Может, что-то есть уже? Какие-то мысли, картинки в голове? Ближайший релиз, которого ждать? Ну, план, конечно, сделать мангу, которую мы сейчас начали каждую субботу публиковать. Она будет достаточно большая, там, семь глав. Есть еще новое название? Экзорцист. 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 Да, да, мы смотрели. Игру сделать. Да. Игра. Еще одна игра. Баскареденко. Тушь по этой вселенной. Мур-мур-мур. Чего еще? Лор-бук, я могу писать. Я начал писать. Да, на одну из эр. Стопаргулся. Надо продолжать. Больше и больше. Больше и больше. Шире. А там уже по словам. Там будут действовать по обстоятельствам. Понятно. Хотел еще напоследок спросить три совета для начинающих художников, начинающих сценаристов комиксов. Может быть себе, молодым, когда вы только начинали. В первую очередь рисовать для своего удовольствия. Рисовать для себя. Наслаждаться процессом. Не стремиться в самом начале и получать фидбэк, если честно. Лучше всего делать много комиксов. Анализировать то, что делаешь. Читать больше других комиксов. И анализировать чужие работы. Не просто посмотрел, какая красивая картинка. Не только композицию в кадре. А еще, почему эти кадры друг за другом так следуют? Почему они такие? Что хотел автор этим передать? В общем, вот так анализировать. Чтобы не разбирать по камушкам весь комикс. Я скажу для сценаристов. Старайтесь сделать сценарий так, чтобы ваш художник был доволен. То, что вы пишете, это не сверхценность. Не надо сражаться за слова, за какие-то штуки, если только они не критически важны. Если художнику кажется, что лучше сделать что-то так, задумайтесь. Возможно, лучше действительно сделать так, как ему кажется. Чтобы вам было приятно вместе работать. А, да. И для этого тогда нужно найти того художника, который будет с вами мыслить на одной волне. Вот. Это очень важно. Если он будет с вами на одной волне, вам не придется отвоевывать какие-то свои хорошие идеи, которые вы думаете, вот у меня классная идея, а художник там... Что-то такое, мне не нравится. Но нужно, чтобы вам был ваш человек. Вот так скажем. Спасибо вам огромное. Было здорово с вами вот так вот пообщаться с такими позитивными ребятами. И здорово. Отлично. Все, вам тоже спасибо, что затеяли все это. Для меня это новое. Я обычно отказываюсь. О, это для нас честно. Вам очень нравится. Спасибо вам ребятке еще раз. И до связи. До связи. Пока. Пока. Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы? Очень здорово, когда есть люди, после общения с которыми ты зарежаешься таким позитивом и узнаешь что-то новое, увидишь, сколько есть общего и знаешь, что эти люди, как и ты, стараются дальше двигать свое творчество и делать это ради собственного, да, ради собственного желания донести что-то интересное, что-то стоящее, да, людей. Да и просто всегда интересно пообщаться с позитивными людьми, которые заряжают их собственные идеи, их собственное стремление делать что-то большее, что-то интересное, что-то, что привносит в этот мир немножко творческого запала. Друзья, мы надеемся и вам это тоже было интересно. Если у вас есть какие-то идеи и люди, которые бы вы хотели, чтобы мы пригласили, вопросы, которые бы мы задали им, обязательно напишите об этом в комментариях. также мы хотим, настоятельно вам советуем заглянуть на сайты ребят Наташи и Серафима, чтобы вы увидели, чем они занимаются, видели их работы. Ссылки мы оставим в описании под этим видео. Зарядились, как и мы. Да, и спасибо вам всем огромное за ваше внимание, за вашу компанию, всем отличного настроения, отличной недели. Спасибо вам за внимание. Счастливого конца, счастливого конца света. Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы?